Всплыл компромат на Евгения Ромашова. Надежда Ермакова использует Даниэля Чистова. Полину Малинину не посвятили в заговор против Кристины Бухенбалты. На Доме-2 скоро появятся миллионеры из Италии. Мужчина придет к Кристине Бухенбалты. Все это и не только в сегодняшнем ролике. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик под этим видео, чтобы не пропустить свежий выпуск новостей. Алене Опенченко, как и Яне Захаровой, не понравились парни, которые пришли к ней. Поделилась в своем прямом эфире новостью Алена Опенченко. К ней на поляну пришли два новых парня, но ни один ей не понравился. То Яна Захарова возмущается приходом неадекватного кавалера, то Алена Опенченко недовольна работой кастинг-службы. То ли у девушек Алена и Яну уже короны выросли, и они ждут тех самых принцев, которые никогда не появлялись на поляне Дома-2. То ли пора руководству напомнить девицам принцип телестройки, сформулированный Степаном Меньшиковым, что надо работать с тем, что есть. Только вот захотят ли встречаться с теми, кто идет на Дом-2, считающие уже себя звездами телевидения? Яна Захарова, выражавшая симпатию Давиду Манукяну и Алена Опенченко, так стремившаяся завоевать Глеба Жемчугова. К лицу ли им соглашаться на каких-то там новичков? Дмитрий Васильев уверен, что Гранту не нужна Кристина Бухенбалты. Дима Васильев дружит с Артемом Грантом, но терпеть не может его девушку Кристину. Конфликт между Димой и Кристиной Давней, и они никак не могут помириться, потому что Бухенбалты раздражало спортсмена еще в те времена, когда он жил с Анной Брянской. Теперь Дима убеждает ребят на Доме-2, что Кристине пора домой, а Артем найдет себе хорошую девушку. Васильев уверен, что Гранту не нужна Бухенбалты. Дима спит и видит, как Артем бросает Кристину и остается одиночкой. Но Грант не так прост. Рядом с Кристиной он получает иммунитет и новых подписчиков, которым он предлагает послушать очередную песню. Артем записал музыкальный трек, и вчера в реальном времени Кристина и друзья Гранта продвигали в социальных сетях его творчество. А вот Васильеву так не повезло. Музыку Димы мало кто рекламирует в Инстаграм. Не потому ли Васильев хочет поссорить Гранта с Бухенбалты, что завидует проектному успеху Артема? Пара Васильева с Викторией не оправдала ожиданий телезрителей. Желание Димы разлучить Артема и Кристину, зависть или попытка помочь другу? Как вы считаете, друзья? Пишите ваше мнение в комментариях. Алексей Адеев уверен, что Яна Африкантова вернется на Дом-2. Яна посмотрела последние эфиры реалити-шоу и прокомментировала свой уход. Девушка заметила, что соскучилась по коллективу и друзьям, но три месяца пробыла на проекте и не построила отношения. Значит, ей не нужно занимать чужое место. Яна сейчас живет у бабушки Татьяны Владимировны Африкантовой, которую вызывали на проект по телефону несколько раз, но она так и не появилась. Не потому ли прогнали внучку, что защитников и друзей на поляне у Африки не так много. Зато есть авторитетный враг Надя Ермакова. В ночном эфире 29 октября Адеев позвонил Африкантовой по телефону и описал ей вкратце ситуацию с голосованием. Алексей уверен, что Яна вернется на проект и еще найдет себе пару. А вот он не смог ее отстоять и признался Яне в разговоре, что от переживания у него поднялось давление. Он раскраснился и не стал ссориться с ребятами. «Завтра пойду и всем выскажу», – заявил Адеев, понимая, что выглядит жалко и глупо, потому что на проекте молодежь к нему не прислушивается и частенько над ним смеется. Адеев уже одной ногой за воротами сам, что он отлично понимает. И дружба с Кристиной Бухенбалтой ему не поможет. Он еще увидит, чего стоит ее поддержка. А вот вернет ли он расположение Ермаковой, постоянно обвиняя ее парня Даниэля Чистова в лицемерии? Или отправится Леша следом за Яной Африкантовой, чтобы Ермакова привела назад Анну Брянскую? Скоро узнаем. Надежда Ермакова использует Чистова как донора для рождения ребенка. В жизни кассинг-директора телепроекта наступил этап, когда она поняла, что готова к материнству. При этом Надя убеждена, что можно родить ребенка для себя, как она хотела сделать до прихода на проект. Но у нее не вышло выносить ребенка, и она переживает, что не сможет родить. Тем не менее, своего партнера по шоу Даниэля Чистова, Надя заставляет сдать анализы на совместимость. Ермакова использует Чистова как донора для рождения ребенка. Она хочет либо пройти с ним полное обследование и забеременеть, либо выбрать другой вариант, но стать наконец-то мамой. Многие уже знают про Надины проблемы со здоровьем. Остается только ждать, когда она расскажет о дальнейших планах на будущее. К примеру, чем закончилась их с Даниэлем поездка в клинику, которую они искали в дневном эфире от 29 октября. Интересная ситуация. Родители Чистова на проект не собираются приезжать. Он предложение делать не хочет. Говорит, что хотя бы полгода нужно вместе прожить и присмотреться друг к другу. Она уже биоматериал на качество проверяет. Чистова всего 22 года. Он пока еще не понимает, к чему стремится его сожительница. Вот правильно Ермакова поступает. Не все же мужчинам ее использовать. Должна же и она какую-то пользу извлечь, кроме денег из пребывания на Доме-2. Вслед за Артемом Грантом откровенные снимки нашли у Жени Ромашова. Пока на поляне обсуждают позорное прошлое Артема Гранта, отличится, как выяснилось, успел и Жени Ромашов. Фанаты Артема постарались и нашли пикантные фотографии Жени. Последние твердо убеждены. Снимки интимного характера, которые Грант выставил в сеть всего на два месяца, не самый большой грех. Тем более, что такие есть почти у всех проектных качков. И не только. На фото разлетевшемся по сети Ромашов демонстрирует пятую точку, из-за чего многие пришли к выводу, что именно ее Женя и продавал. Кроме того, все грехи припомнили Надежде Ермаковой и другим участницам. Зрители до сих пор помнят, как Надя бегала по поляне голышом. Кроме того, жительницы женской спальни в принципе не отличаются примерным поведением, особенно если учесть, сколько каждая из них перебрала парней за сравнительно короткие сроки. Давид Манукян 6 лет готовил дом как подарок маме на день рождения. Ведущий телепроекта, популярный блогер и певец Давид Манукян признался, что 6 лет назад пообещал своей маме подарить дом и готовил этот подарок именно к ее дню рождения. За воплощение в жизнь этого обещания, Дава в социальных сетях благодарит своих фоллоеров и поклонников, забыв, что 6 лет назад до встречи с Ольгой Бузовой у него были приличные долги и такое обещание со стороны Манукяна было только мечтой. Но мечта сбылась, о чем Дава радостно поведал в социальных сетях в своем аккаунте в Инстаграм. Главная мама подарка от сына дождалась, как и его успеха в мире шоу-бизнеса. Приятный сюрприз от Давида Манукяна маме не находите? Полину Малинину не посвятили в заговор против Кристины Бухенбалты. Признается в социальных сетях Полина, что о заговоре против Кристины она не знала. События вечернего эфира 29 октября удивили Полину, которая реально испугалась, что придется Кристине покинуть проект. Полина признается, что верит в искренность отношений Бухенбалты и Артема Гранта, ведь Грант не какой-то там проектный игрок, а искренне влюбленный в Кристину мужчина, утверждает Малинина. Первая ласточка в защиту возвращения Кристины Бухенбалты в Человек-года проявилась в лице Полины Малининой или она реально возмущена решением участников выгнать брюнетку с проекта, как считаете? Интересно, сама Кристина Бухенбалты стала бы кого-нибудь защищать в аналогичной ситуации, ведь напряженные отношения у нее с большинством участников. Кстати, защитник и тайный поклонник Кристины Бухенбалты заявил, что уже вылетает в Москву и придет на Дом-2. Кристина готовится к встрече с итальянским миллионером. Как выяснилось, все это время Кристина поддерживала связь с мужчиной через интернет, а вот теперь их встреча произойдет уже в стенах Дома-2. По словам девушки, итальянец рвется на проект, чтобы защитить ее от нападок коллектива. К слову, сама Бухенбалты уверяет, что у ее друга есть невеста, и речь идет исключительно о дружеской поддержке и общении. К примеру, мужчина так искренне переживает за репутацию Кристины, что уже отчитал ее за связь с Артемом Грантом. По его мнению, расставшись с Евгением Ромашовым, девушка должна была поставить крест на всем, что связано с Тельстройкой, и покинуть периметр. Стоит также отметить, что итальянец не просто заботливый друг. Если верить Кристине, он еще и сказочно богат. Но чем именно он зарабатывает себе на жизнь, Бухенбалты пока не уточнила. Но судя по решимости мужчины, скоро зрители сами смогут все узнать. Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные новости. Кликайте прямо сейчас, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте ваши комментарии.